Всем хай, вы на канале NoCube и добро пожаловать в моё новое видео по модам на Майнкрафт. Сегодня мы с вами посмотрим обновление моего мода Riftstorm RPG до версии 0.2.2 Кактусовое безумие, или же в английском варианте Cactual Madness. Обновление вышло достаточно прикольным и здесь вы увидите первого босса этого мода, который сейчас находится в разработке. Перед просмотром этого видео не забудьте поставить лайк, а также подписаться на канал, если вы ещё этого не сделали. Также обязательно пишите своё мнение в комментариях. Ну а мы с вами переходим к обзору обновления. Погнали! Первый вопрос, который мучил ещё многих игроков, это когда же появится русский язык в моде. Так вот, теперь он наконец-то появился, потому что я его наконец-таки смог прикрутить. Теперь и название, и описание большинства предметов здесь будут именно на русском языке, и это очень классно. Теперь поговорим про изменения в балансе, потому что теперь наконец-таки понерфлены ножички. Они больше не такие читерские, какие они были раньше, и теперь они действительно как ножи, которые наносят вот такие небольшие, но точечные удары, и при этом их удары всё равно чувствуются, то есть они не стали совсем супер-пупер слабыми. И это однозначно классно, и это делает их эффективными из-за их скорости. Также были очень многочисленные просьбы насчёт того, чтобы апгрейднуть стеклянный меч, потому что он как-никак очень слабый и бесполезный. Так вот, ребята, в принципе, стеклянный меч сам по себе это шуточный предмет. Я добавлял его ради прикола. Ну ладно, раз вы так хотите, чтобы он стал хотя бы посильнее, он теперь имеет 20 урона вместо 12. То есть он будет ваншотить любое существо, которое у нас имеет 20 хп, но при этом он по-прежнему одноразовый. Я это не хочу менять, ну потому что он реально стеклянный, и он реально разбивается от одного удара. Также я наконец-то пофиксил сюрикены. Они больше не будут наносить двойной урон, который происходил по каким-то непонятным причинам. Теперь они наносят именно тот самый урон, который они должны наносить. Также после долгих раздумий я всё-таки решился и сделал это. Я переименовал пустынные слитки в слиток дезерита и слиток редезерита соответственно. Из них создаётся соответственно редезеритовое и дезеритовое снаряжение. Я думаю, что это намного больше подходит к этим сетам предметов. Вот мы с вами закончили с изменениями старого контента, а теперь пришла очередь посмотреть на новый контент, который добавился в этом обновлении. И начнём мы с кактусов Сагуару, которые в отличие от пустынных храмов с обычного Майнкрафта не спамят на каждом шагу, они встречаются хоть немножко пореже. Выглядят кактусы Сагуара следующим образом. Это вот такие большие кактусы, которых на мой взгляд не хватало в Майнкрафтовских пустынях. Сами по себе по размеру, как по сравнению с игроком, так и по сравнению с другими майновскими кактусами, они очень большие и массивные, и это очень круто вписывается вообще в пустыню. Как мы знаем, обычные Майнкрафтовские кактусы наносят урон при касании. Так вот, кактусы Сагуара урона при касании не наносят, но они будут наносить его, если мы с вами будем ломать эти самые кактусы. Сами по себе добытые кактусы у нас с вами будут дропаться в виде вот такого предмета. Тем не менее, его можно будет на правую кнопку мыши самостоятельно размещать, как и любые другие блоки. Из кактусов у нас с вами будут создаваться следующие предметы. Это кактусовый короткий меч по вот такому рецепту, кактусовый меч, и далее кирка и топор по известным рецептам, а также сет брони тоже по известным рецептам. Особенность этих предметов в том, что у нас с вами как нож, так и меч имеют 33% шанс отравить цель. А у кактусовой брони бонус есть от комплекта. В том случае, если на нас с вами надеют и шлемы, нагродник, и штаны, и ботинки из кактуса, то в таком случае нам будет даваться специальный бонус в виде того, что любая цель, которая нас будет атаковать в ближнем бою, будет получать урон точно такой же, как от обычного кактуса с Майнкрафта. Причем, что интересно, если какой-то моб не будет восприимчив к обычным майновским кактусам, то он будет невосприимчив к этому бонусу от брони, то есть его броня вообще никогда мажить не будет. Также изредка на некоторых кактусах Сагуар у нас с вами на вершине будет расти розовый цветок. Это прям реально очень редко встречается. Но если вдруг вам посчастливилось встретить именно такой кактус, то в таком случае вы можете использовать этот цветок для двух целей. Либо создать 3 единицы розового красителя с обычного Майнкрафта, что менее полезно, либо же апгрейднуть кактусовый шлем, поместив над ним в крафте цветок Сагуару. В таком случае у вас получится улучшенный кактусовый шлем, который будет давать вам намного более сильный эффект шипов при ношении полной кактусовой брони. То есть если вы оденетесь в вот такой вот комплект, вы будете наносить намного больше урона атакующим. В пустынях будет встречаться еще одна генерация, которая выглядит вот таким вот образом. Это такие древние колонны, находящиеся на каких-то небольших руинах. Здесь у нас будет находиться несколько древних ваз, при разбитии которых мы с вами будем получать какие-то рандомные материалы, которые здесь могут выпадать. Для всех любителей декорации и дизайна я также добавил возможность создавать как вот такие песчаные колонны по вот такому вот рецепту. Также можно создавать и пустынные амфоры, которые здесь встречаются по вот такому рецепту. Только они уже не будут дропать с себя лут, они будут просто как декоративная собственно амфора, которую вы можете поставить у себя в домике. Кстати говоря, помните морские камни, которые появляются на пляжах? Теперь я добавил из них еще их полированную версию, а также ступеньки, полублоки и заборы, как это в принципе и должно быть у любых каменных блоков. Создаются они все по стандартным и известным всем рецептам. Вот таким вот образом и далее по стандартным крафтам. И также по этой же теме был добавлен блок, который создается у нас из морских блюдечек. Создается он по вот такому рецепту, в принципе для тех, кто хочет хранить их компактно. Следующее нововведение у нас с вами будет напрямую связано с пещерами. Это будут вот такие вот маленькие комнатки, в которых у нас с вами будут появляться различные горшки. Генерируются они самых различных форм и размеров и внутри этих самых горшочков у нас с вами также будет появляться самый разнообразный лут. Давайте мы сейчас в режим выживания перейдем, поразбиваем их, вот мне выпадают факелы, кости, посмотрите, порох выпал. И также золотые самородки. В принципе здесь самый разнообразный лут бывает, я вам показал лишь некоторую часть из этого лута. Следующее изменение у нас с вами касается мумий, потому что больше они не могут появляться в биоме меза. Теперь эти самые мумии будут появляться только в биоме обычной пустыни. Но в биоме меза вместо них будут появляться их усиленные версии. Это теневая мумия, которая выглядит вот таким вот образом. Она имеет повышенные характеристики и с нее будет выпадать лут чуть-чуть покруче, чем с обычной мумии. Как с обычной, так и с теневой мумией мы с вами можем выбивать бинты, а также кости. И с обычной мумией с редким шансом может выпасть золотой слиток, а с нашей с вами теневой мумией с очень редким шансом может выпасть даже один алмаз. А теперь поговорим про сами бинты. Это предмет, который стакается по 16 штук и на правую кнопку мыши его можно будет использовать, чтобы восстановить себе немножко хпшек. Он будет накладывать на вас эффект регенерации 3 буквально на 2 секунды. Это делает бинты не такими читерскими, при том еще и не стакающимися с эффектом регенерации. То есть в принципе они очень даже нормально сбалансированы. И из этих бинтов мы с вами можем создавать по известным рецептам комплект брони мумии. Сама по себе броня мумии у нас с вами по статам примерно как кольчужная броня. Но главная ее особенность в том, что когда вы будете ходить в полном комплекте брони мумии в биоме пустыни, то в таком случае на вас будет нагладываться эффект силы 1. И вы будете наносить намного больше урона, как рукой, так и любым другим оружием. И пришло время посмотреть на самые последние изменения, добавляемые этим модам, которые сейчас доступны только для креатива. Представляю вашему вниманию босса по имени Рохотеп Ложный Фараон. Выглядит он вот таким образом. Я очень сильно старался над его моделькой. Я думаю, что она получилась реально эффектной. Но на данный момент у этого босса сейчас нет как такового нормального искусственного интеллекта. Он лишь просто вот таким образом бегает. Когда будет создаваться следующий апдейт, я обязательно прикручу этому боссу то, чтобы он призывал каких-то миньонов. И далее вы еще увидите храм, в котором будет появляться этот самый босс, ребята. Он очень круто выглядит. Прямо позади меня сейчас как раз таки вы видите этот самый данж, который сейчас вовсю строится. И он выглядит просто офигенно, ребята. Сразу скажу, что этот данж уже делу нет. А то здесь еще подключены другие люди к разработке. И это очень классно, потому что это очень сильно помогает вообще проекту развиваться, двигаться вперед. И про все это подробнее вы уже узнаете, когда выйдет следующее обновление с этим боссом и вот этим данжем. Я надеюсь, что вы будете ждать этого обновления. А на этом мы с вами сегодня будем прощаться. Всем огромнейшее спасибо за то, что смотрели это видео. Не забывайте лайкать, подписываться на канал. Также можете вступать в группу ВК, где, кстати говоря, сейчас публикуются только информации по поводу обновления мода. Ну и на этом у меня все. Всем удачи. Увидимся мы с вами в следующем видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok